Здравствуйте, друзья! 3 мая, город Каменскуральский, Свердловская область. Нахожусь я сегодня в теплице. Сейчас 12 часов дня. Очень солнечно. Температура на улице у нас плюс 24 градуса. В теплице я сейчас вам покажу, какая температура. Мы видим, что здесь притеняющая сетка у меня натянута. Причем это самая плотная притеняющая сетка. 80 грамм. Также есть 55 грамм и по-моему или 45 или 50, уже не помню. Также накрыты под дугами, высажена у меня рассада перцев. Накрыты укрывным материалом фольгированным. Фольгированным слоем наружу, как вы видите, для того, чтобы отражать солнечные лучи. И с другой стороны, вот это вот еще одна грядочка. Здесь у меня не хватило укрывного фольгированного материала. Я простым укрывным материалом 60. Плотность 60. Накрыта тут вот даже в два слоя. Ну и в общем, где в два слоя, где в один слой, где как получилось. Сейчас я покажу, какая температура в теплице. Как мы видим, термометр до 53 градусов. И дальше ртуть не поднимается. То есть там уже подниматься некуда. И я думаю, что здесь градусов 60. Это точно в теплице. Также мы видим, что открыта дверь. И если дверь закрыть, поднята вот эта шторка. А если дверь закрыть, я думаю, что здесь и все 70 градусов будет. Очень жарко, очень жарко. Рассаду я высаживала, когда у нас еще было холодно в городе Каменск-Уральский. Когда у нас температура, ночные температуры стояли от минус 8 до минус 11. На протяжении двух недель были очень низкие температуры. Но тем не менее рассада не замерзла. Сейчас мы с вами посмотрим. Но вот она сегодня уже, конечно, подварилась у меня. Сейчас я вам покажу, как это все здесь выглядит. Вот тут уже мы видим, что перчик. Это острый перец. Какой у меня? Белая фантазия. Ну, видите, повял весь. Повял там вот тоже все завяло. Вот ближе к двери получше себя растение чувствует. Потому что там все-таки у двери немножко продувается. А вот здесь вот тут очень все плачевно. Прямо очень-очень плохо растениям. Жарко. Баклажаны чувствуют себя нормально. Я бы даже сказала, прекрасно. И вот здесь вот как раз я вот сейчас под укрывным вот этим материалом. Тут, да, тут полегче. Значительно легче. Нет вот этого обжигающего солнца. Вообще рассада, когда мы высаживаем рассаду в теплице весной, она очень часто страдает от солнечных ожогов. Одно дело сохранить рассаду от заморозков. Ее гораздо легче, на мой взгляд, сохранить. Вот как я рассказывала в своих роликах. Здесь я накрывала вот этим укрывным материалом, когда были низкие температуры. Несмотря на то, что в бочках вода замерзла полностью и разорвала бочки металлические, рассада у меня выжила, выстояла. И вот видите, даже плоды остались, как бы не осыпались. Но вот это вот сейчас подваренные листочки. Я думаю, что они отойдут. В тот момент я накрывала вот этим же фольгированным укрывным материалом, но фольгированным слоем вовнутрь. То есть к растениям направляла для того, чтобы был тут здесь как бы термос такой. Создать термос, тепло, чтобы хорошо держало. И сверху накрывала пленкой-светлицей плотностью 150 микрон. Я специально указываю плотности, озвучиваю в роликах для того, чтобы можно было понять, какую пленку лучше брать и какой укрывной материал для того, чтобы сохранить рассаду. Вот я показываю вам сейчас баклажан. Это вообще прекрасно себя чувствует. Ну тут вот один немножко повял, а у дверей-то вот ближе к дверям вообще прекрасные. Так, вот тут с этой стороны укрывной материал. Вот сейчас я расскажу вам, какой лучше брать укрывной материал для притенения. Это еще раз хочу отметить, что здесь еще и притеняющая сетка, но тем не менее вот такая жара. Солнце очень агрессивное весеннее. Укрывной материал лучше всего брать 60-ку плотность. 42-й, 30-й, 17-й. Это очень такие, ну не особо надежные в качестве притенения. Вот видите, у меня даже здесь местами в два слоя этот укрывной материал 60-ка. Тем не менее, мы видим, что растения вялые. Вот видите, листочки. И также вот ближе к двери только они себя лучше чувствуют. Сейчас я приподниму вот это все, чтобы вам показать. И сразу вновь закрою. Вот видите, вот сюда уже ближе к двери тут уже хорошо они себя чувствуют, так как тут немножко ветерочек поддувает. И растениям хорошо. А вот тут, где нет никакого проветривания, здесь, конечно, им очень жарко. И если мы сейчас снимем укрывной материал, наши растения очень быстро сварятся. Поэтому обязательно нужно притенять рассаду, которую мы высадили. Ни в коем случае мы не накрываем пленкой, когда вот такая очень солнечная погода. Даже если градусов меньше на улице, но при этом очень яркое солнце, рассада в любом случае может подгореть. Вы видите, что здесь даже не сбрасывает свет рассада. То есть, несмотря на то, что ей не очень комфортно в такой жаре, но тем не менее приживается потихоньку. Конечно, она еще основательно не прижилась. Это рассада. Вот этот ряд, который я сейчас показываю, я его высадила буквально, наверное, 4 или 5 дней назад. Поэтому ему здесь сложнее гораздо. Я стараюсь высаживать в пасмурные дни. Вот когда пасмурный день, в такие дни я стараюсь высаживать рассаду в теплице. Так как если высадить ее в солнечный день, то еще сложнее будет прижиться рассаде. В общем, подводя итог, что я хочу сказать. Если вы также живете в Свердловской области, и у нас сейчас очень жарко, и вы решили высадить рассаду, обязательно пользоваться нужно укрывным материалом. Желательно, чтобы дуги в такой момент были высокие. Вот у меня здесь еще и дуги низковатые. Если дуги поставить более высокие, тут еще лучше будет, еще комфортнее будет под укрывным материалом рассаде. То есть температура будет снижаться. Вот я сейчас открыла вот этот укрывной, и тут уже, конечно, гораздо жарче стало моим растением. Вот. То есть это еще мы учитываем, что сейчас 12 часов дня. Я думаю, что в 3 часа дня тут будет пекло вообще невыносимое. Я боюсь, как бы у меня градусник не лопнул, термометр вот этот. Был у меня уже такой случай, когда тоже очень было жарко весной, по-моему, года 2 назад. И градусники у меня полопались просто в теплице. Я, наверное, сейчас его все-таки вынесу отсюда. Вот. В общем, друзья, ставим дуги повыше, которые не самые низкие, а чтобы более высокие такие были. И укрывной берите 60-ку по плотности, для того, чтобы вот притянить нашу рассаду, чтобы не было ей сильно жарко. Вообще, вот когда мы высадили рассаду, то желательно уже через неделю провести первую подкормку после высадки. И первую подкормку, как правило, я провожу газовую. То есть я зажигаю минеральный комплекс парник-таблеточку. Но, когда такое солнце, этого делать ни в коем случае не нужно. Палящее солнце укрывной мы не снимаем с дуг. То есть мы оставляем его, растения накрытые. И вот дождусь, когда будут пасмурные дни. Либо если мы приедем, может быть, в выходные дни с ночевкой, вот тогда можно будет сжечь этот минеральный комплекс парник. Если погода пасмурная, или вы живете в частном доме, и есть возможность вечером сжигать этот минеральный комплекс парник, то, конечно, вы увидите, что после первой подкормки вот этим минеральным комплексом парник, ваша рассада будет совершенно другая. Она быстрее приживается, она быстрее идет в рост, быстрее завязывает цветочные кисти. В общем-то, подкормка шикарная. Но вот в такой период, когда слишком солнечно, я не рекомендую этого делать, так как закрывать теплицу сейчас ни в коем случае нельзя, иначе мы тут просто все сварим в этих теплицах. Я сейчас закрою вновь свою рассаду укрывным. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч!